Всем привет! Сегодня я хочу раскрыть новую тему для моего канала, а именно окунуться в мир парфюмерии. Я решила не делать банальное видео о коллекции мир парфюмов. Сегодня я хочу вам рассказать о своих новинках, которые недавно появились у меня в коллекции и которые явно заслуживают вашего внимания. И сегодня я хочу вам рассказать именно об арабской парфюмерии. Мне кажется, что европейская классическая парфюмерия уже довольно сильно нам приелась. Возможно, это, конечно, только мне так кажется. Но, тем не менее, классическая европейская парфюмерия настолько широко представлена во всех магазинах Патти Куритуаль, что выбрать ее не является какой-то огромной проблемой. В то же время, если вы ищете какие-то более глубокие, более загадочные ароматы, то вам 100% нужно будет обращаться к арабской парфюмерии. А она, к сожалению, не настолько широко представлена, нет настолько много точек продажи, чтобы ты пришел и выбрал себе парфюм. Поэтому в основном приходится заказывать в интернете, а описания в интернете, по крайней мере, у меня вообще никогда не совпадают с тем, что потом реально приходят. Я подготовила вам три очень интересных парфюма и как раз очень удачно сложилось так, что они находятся в разной ценовой категории. И, кстати говоря, приближается Новый год, хотя не кажется, что он близко, но на самом деле он очень близко уже. И парфюм это всегда классический подарок. Если вы задумывались о том, чтобы кому-то подарить какой-то интересный, классный парфюм, то прислушайтесь к моему описанию, потому что, возможно, оно вам поможет. И также, как я и сказала, будет разная ценовая категория. Поэтому для любого кошелька себе или кому-то вы сможете выбрать подарок. И начну я, пожалуй, с самого бюджетного, но в то же время одного из самых интересных парфюмов, а именно Rain Drops от компании Adjmao. Эти парфюмы производятся в Арабских Эмиратах. И если говорить о его запахе, то я до сих пор, вот сколько я им уже пользуюсь, наверное, больше месяца, я до сих пор не могу разгадать точно его аромат. Он описывается как цветочно-фруктовый, но в нем явные признаки есть древесного аромата. И вот это именно сочетание делает его настолько глубоким и интересным, что он точно не оставит без внимания всех окружающих. Этот аромат однозначно вечерний, и я бы даже сказала, не просто вечерний, а именно такой аромат для знаковых событий в вашей жизни. И мне кажется, что лучше всего он будет раскрываться именно в холодный период, то есть это осень, зима, начало весны. Бутылёк у этого аромата очень простой. Это стеклянная бутылочка с пластиковой крышечкой, но, как я и сказала, это один из самых бюджетных парфюмов, но в то же время он настолько стойкий, что если он попадет на одежду, то вы его вылететь сможете только после того, как постираете. То есть это не из тех парфюмов, которые вы вот так вот нанесли на себя, потом на следующий день одели ту же кофточку и нанесли другой. Нет, этот будет держаться очень долго. Следующее, о чем хочу вам рассказать, это будут масляные духи. Эти называются хала, и наносятся они с помощью вот такой вот стеклянной палочки на пульсирующие зоны на вашем теле, то есть на шею, запястье, изгибы локтей и так далее и тому подобное. В зависимости от того, насколько вы активны будете, они будут проявляться больше или меньше на вашем теле. Этот аромат уже намного более простой, чем предыдущий, и я бы его носила, наверное, на какие-то неформальные встречи, например, на такие, как обычные встречи с друзьями, посиделки с друзьями. В этом аромате я очень учетливо чувствую ноты ванили, и это ваниль, приправленная таким вот цветочно-фруктовым каким-то ароматом, то есть шлейфом каким-то таким приправленным. Это достаточно сладкий запах, но в то же время не удушающий, и на мне он раскрывается вот именно вот такой вот ванилью в смеси с чем-то таким вот сладеньким немножко. Очень приятный аромат, и мне кажется, что лучше всего он подойдет именно для молодых девушек, кому еще не нужны такие очень сложные ароматы, которые они еще не умеют носить, не умеют их понимать. Вот этот аромат, он действительно хорошо подчеркнет именно молодую девушку. Бутылочка тоже очень красивая, мне кажется, будет отлично смотреться в виде подарка, но если вы планируете этот парфюм покупать для какой-то зрелой дамы, для довольно состоятельной дамы, то, скорее всего, он ее не впечатлит, поэтому лучше обратите внимание на предыдущий аромат. Этот все-таки немножко для более молодых. Последний парфюм, который я вам хочу показать, является самым дорогим, но в то же время у него тоже есть самая интересная упаковка. Это стеклянная бутылочка, и сверху здесь вот в этой части находятся те ингредиенты, из которых, собственно, и сделан этот парфюм. Задумка просто потрясающая, и здесь вот вы наглядно видите, из чего сделан ваш парфюм, и выглядит это очень интересно. Что касается описания этого аромата, то он представлен как унисекс, и, в принципе, я могу с этим согласиться, но только в том случае, если вас в женских ароматах не смущает такая нота перчинки. Этот аромат очень терпкий и одновременно очень свежий. На мужчинах он раскрывается просто фантастически. Мой муж его использовал, и на нем он действительно раскрывается вот этой такой дерзкостью, резкостью таких вот мужских парфюмов. Очень классный запах. На мне он немножко теряет вот эту вот перчинку, и раскрывается более таким немножко свежим ароматом. Именно из-за этого, я думаю, он и считается унисексом. Но в то же время, если бы я делала выбор, я бы вам советовала вот этот аромат смотреть именно для мужчин. Но если вы женщина, которая любит очень перченые ароматы именно на себе, то это тоже будет отличным для вас выбором. И сейчас еще очень быстро хочу остановиться на нескольких других ароматах, так как у меня есть довольно много пробников, что на самом деле просто фантастическая идея для интернет-магазина, когда заказываешь парфюмы, если вдруг не совсем угадал с тем, что тебе пришло, то есть возможность попробовать очень много других и понять, чем захочется себя побаловать в будущем. Так вот, 100% попадание именно в то, что я люблю, это два вот таких вот парфюма. Первый называется Аурум, тоже производитель Аджмал, и второй Шадо Амур, тоже производитель Аджмал. Это настолько интересный аромат, я бы его описала как фрукты, очень сильно приправленные перцем. Настолько глубокий и интересный аромат, и что касается Шадо Амур, то это тоже настолько же глубокий перченый аромат, но в то же время это свежий, резкий и древесный аромат. Эти два аромата 100% не оставят вас без внимания. Это ароматы, которые, если вы носите на какие-то определенные события, они могут стать узнаваемыми и могут подчеркнуть ваш стиль, то есть стать элементом вашего стиля, настолько они интересны и необычны. Еще тоже хочу показать вам аромат, который называется Сырис. Этот аромат, возможно, не на 100% мое попадание, но я знаю, что очень многие такие ароматы любят, а именно это очень цитрусовый, сладкий-пресладкий аромат. Если вам нравится пахнуть как конфетка, как сдоба, как выпечка, как что-то безумно сладкое, как сладкие какие-то конфеты востока, то этот аромат 100% для вас, я думаю, он вам понравится. Он не удышающий, не тошнотворный, а именно вот такой вот стильный, сладкий, восточный аромат. Также мне безумно понравилась версия Shadow Amor для мужчин. Вот это, наверное, в моем представлении самый идеальный мужской аромат, потому что он свежий, он резкий, он дерзкий, цветочный, как будто сладкий, но в то же время перченый. Следующие три аромата не являются моими фаворитами, но все равно мне хотелось бы о них рассказать, так как я все-таки их попробовала, и если вы будете через интернет выбирать, это тоже, возможно, вам поможет. Один из ароматов Vision, это мужской аромат. Я не могу назвать его своим фаворитом, я не могу сказать, что он плохой. Это свежий такой зеленый аромат, но мне кажется, что для арабского парфюма он все-таки слабоват. Он довольно типичный, я бы сказала, такой запах можно легко встретить в любых лосьонах после бритья, вот всяких вот таких вот штуках после бритья. Довольно типичный свежий зеленый аромат. Если бы я выбирала среди арабских, это был бы, наверное, мой далеко не самый первый выбор. Последние два аромата не нравятся лично мне, но я уверена, что может понравиться кому-то из вас. Они мне не нравятся, потому что у них очень ярко выраженный такой вот пудровый запах. Я очень не люблю пудровый запах их в парфюмах, меня они удушают, и мне вот как-то совершенно некомфортно их носить. Но в то же время, если вам нравятся пудровые ароматы, то это может быть вполне вашим выбором. Первый, ваниль Celeste, это более легкий аромат, действительно такой ванильный пудровый аромат. Вполне можно носить такой аромат и днем, я думаю, это будет уместно. В то же время, как Орхидея Celeste, это более глубокий пудровый аромат, и это цветочный пудровый запах. Если вам нравятся цветочно-пудровые запахи, то это ваш выбор. Ну вот, в принципе, и все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Надеюсь, что это видео поможет вам в выборе вашего следующего парфюма. Если вам интересно узнать, где можно их приобрести, то я обязательно ссылки оставлю внизу. А вы перед уходом не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, подписаться на мой канал. И мы тогда с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok